ну что мои друзья дорогие сейчас мы немножко нашу классику сделаем чипа тише давайте как обычно проверим слышно ли меня видно ли меня сейчас мы быстренько с вами так напишите слышно ли или нет или лайк поставьте чтобы сориентировался что все хорошо или палец вверх все нормально вообще да все вижу да спасибо большое за подтверждением христос воскресе мои дорогие братья и сестры сегодня у нас можно сказать особенный день почему он особенный потому что сегодня не только воскресенье малая пасха сегодня третья неделя по пасхе она дает нам возможность вспомнить о наших дорогих женщинах каким же образом как обычно сначала я в ангельском чтение о событии какая неделя начинается ну а потом уже после этого начнем разговаривать и по вашим вопросам общаться сегодня день памяти жён мироносец кто такие жены мироносец это те женщины которые шли за христом которые во всем поддержку помогали начиная от его проб и до крестных страданий ну и даже позже когда сегодня мы читали ванское чтение мы слышали что еще толком не рассвело и женщины жены мироносец пришли ко гробу переживая кто отвалит камень им чтобы ароматами поухаживать за телом христа но увидели что камень отвален влезли набравшись смелости влезли в гробницу какая тогда гробницы это была пещера пещера новая как мы читаем также мы никодима рима фея еще сегодня вспоминаем вместе с ними и влезли увидели юношу белых одежишь одеждах и испугались могут не бойтесь кого здесь ищите иисуса назаре назаренина здесь нету как он вам сказал так он вам и явится как обещал поэтому идите и благовестуйте сообщите всем петру и всем ученикам как мы читаем страхи вцепенения не бежали никому ничего же не говоря и вот жены мироносец и к ним еще можно отнести наши такие вот добродетели которые мы называем но на самом деле это святые вера надежда любовь и матерь софия также мы можем выделить из последних святых это княгиня елизавета царица императрица александра и сегодня мы вспоминаем этих многих прекрасных жен мироносец которые дали нам возможность молиться ко господу обращаясь к ним а в свою очередь чтобы они обращались были ходатеса о нас главное же наверно венеции жен мироносец и в первую очередь матерь это конечно же царица небесная который как часто говорят вы в церкви женщин принижаете женщин в церкви превозносим особенно в лице богородица и других годниц божих и конечно в связи с этим сегодня международный день всех православных женщин мамочек дочерей бабушек всех наших дорогих милых сестер во христе позвольте вас мои дорогие поздравить с этим днем пожелать вам здравия душевного телесного любви о господи заботы от ближних вы наши дорогие платочки как многие святые говорили что без платочков возможно бы не удержалась и церковь но глава церкви господь а вы наши дорогие платочки на ваши плечи очень много положено в том числе и дар чадородия через которое может быть болезненно но но более и ценно приходит в мир младенец поэтому наши дорогие сестры во христе мы искренне желаем вам души спасения любви о господи и всего самого наилучшего вот такое у нас событие день памяти жен мироносец православных день всех женщин у которого нету плохого начала оно замечательное это забота это самопожертвование это любовь целомудрие оно и счастливый конец это вместе с богом царствие небесное а на земле вам всего самого наилучшего наши дорогие так ну что мои родные дорогие и любимые давайте наверно поотвечаем теперь на вопросы сейчас так поотвечаем на вопросы сейчас я посмотрю что здесь вы писали так выяснил воскресе нам цветы подарили в храме я очень рад за вас у нас тоже такая есть традиция но сегодня мы помимо цветочка еще шоколадку давали в руки иконочку спасителя виснет эфир не знаю сейчас виснет или нет напишите либо лайк поставьте если все нормально если нет напишите что виснет бачка мне подарили кону марии могли которую нужно вышивать бисем для создания икон нужно брать благословение поститься или как-то особенно молиться но благословение все таки нужно взять потому что вы не картину вышиваете а образ святой также жены мироносицы марии мандалины из нее же из на семь бесов как мы читаем в евангелие нужно конечно взять благословение ну и молитву можно читать принципе всем женам мироносица дальше спасибо бачка во славу наши дорогие сестры во христе так ну я как вижу пока вопросов нету или вы их пишите на этой неделе вообще очень была насыщенная неделя вот уже что-то написали сейчас тогда я отвечу бачка конца я я я я снова с вопросом про свою лысую голову хвост не стану от отращивать а я понял вы мне напоминаете значит у нас был эфир вчера если не ошибаюсь отец отец сергей сказал что не гоже женщинам носить короткие волосы конечно тут есть и плюс и минус в этом никто вас конечно казнить вас за это не будет что есть у вас короткая прическа а здесь наверное больше на данный момент русская традиция что все таки длинные волосы это признак женственности более благообразности хотя в храм приходя мы одеваем платок и нашей длины волосы не видно но конечно же более наверное эстетично когда длинный волос отращивать волосы нет это конечно дело каждой большого греха но я в этом и греха то не вижу тут должно быть по душе мужу с вами в первую очередь если таковой есть чтобы он не чувствовал что с ним рядом мальчик а не прекрасная женщина вот если у него нет этого смущения и к вам с любовь и уважением относятся я думаю проблемы нет но все таки взирая на иконы мы ни одну святую годницу Божию среди женщин не увидим с коротким волосом я думаю это пример для подражания поэтому если есть возможность носить по длине волос было бы хорошо но никто вас не имеет права за это судить если у вас короткая прическа Баюшка а почему человек болеет постоянно но при этом глубоко верующий а другой человек не верит в Бога а у него все хорошо тут тут мои дорогие немножко нужно с другой стороны посмотреть не с критерием что неверующий не болеет или верующий что болеет тут с критерием каким путем он может прийти в Царствие Небесное какой Господь ему дает возможность которую он крест больше может понести если мы воспринимаем болезнь как очищение от греха определенное потому что в многих грехах мы не каемся или забываем и тогда можно сказать что грехами своим благовейно не ровща пронося свой крест мы получаем награду от Господа но опять таки верующей верующему рознь тут надо посмотреть индивидуально и ведь тут не все зависит только лишь по грехам нам дается порою попускает Господь и за нашу глупость как я уже неоднократно приводил пример в эфирах ну к примеру если человек раздетый вышел на улицу а у него ослаблен иммунитет в этом ли грех вернее Господь его заставил выйти на улицу по глупости заболев или же он провел грех невнимательности нерадения к своему организму и он заболел но он верующий наша вера это главный фундамент через который мы можем прийти ко Господу потому что Господь говорит по вере дастся вам но что дастся в первую очередь пребывание в Боге с Богом не только на земле и по нашей мирной кончине если Господь сподобит но тут надо посмотреть может ему Господь эту немощь попустил чтобы он сегодня болел куда то не улетел ну к примеру там на Мальдивы а самолет разбился и вот Господь его через эту немощь уберегает поэтому надо очень индивидуально рассматривать сегодня женщину похоронили 60 лет болела баишка она нас слышит или как три дня душа блестела находится потом ей показывается ад рай и в сороковой день уже перед Богом как бы она слышит ответ дай Бог добрый ответ что она обретает царствие небесное вот поэтому в течение трех дней она блестела она видит что мы как беспокоимся молитвенно заботимся ну вообще почему мы молимся то наших стройников вообще всех православных христиан потому что они слышат наши молитвы чувствует и Господь в том числе по нашим с вами молитвам или облегчает страдания или более дает им сорадоваться так женщина растит волосы ибо это покрывало ее ну можно и так сказать Христос воскресе воистине воскресе здравствуйте отец Константин вы меня недавно внесли в черный список а потом когда я вам сняли спасибо я может случайно нажал простите не должен был так почему у меня внесли черный список нет я наверное случайно нажал простите христа ради так Наталья воистину воскресе дальше 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 с праздником спасибо Господи всех я про онкологию про болезнь но вообще я считаю что онкология это наверное наилучшая болезнь если на нее воспринимать как возможно даже излечимую полезность смотря какая стадия но тем не менее она очень отрезляет благодаря ей кардинально меняется образ жизни и ты понимаешь что ты не небожитель и в этот же момент ты понимаешь что ты возможно и не и не излечишься и ты начинаешь готовиться в любом случае к встрече с Богом то есть есть моменты времени покаяния и для врачей время и вот тут очень хороший отрезляющий момент становится это хуже нежели умереть внезапно смертью и не раскаившись не причастившись в таком состоянии предстать перед Богом так ага мир вам мир вам так с ним уже он мироносится я вас позволяю смирение ольга нас поздравляет смирение веру в душе пожелаю женщинам я поклонюсь до земли ой ушло до земли вспомнить тех за за христом следом шли желаю вам добра терпения господь пусть всегда дарует вам благополучие наверное спаси госы так вправляет мозги многим их детям все равно сказали о константин не понял вправляет мозги многим и их дети все равно сказали не понял к сожалению как готовиться к смерти вообще если немножко раньше вспомним подвисает немножко эфир я вижу надеюсь звук не подвисает как готовиться каждодневно потому что неизвестно что завтра с нами будет потому что есть такое выражение так будет не всегда нужно понимать что мы ложимся и не зря читая молитв вруцы дух мой предаю тебе господи потому что господь говорит сегодня ночью приду заберу душу твою что ты с собой заберешь поэтому мы должны готовы быть постоянно читая вечерти правила мы также уже перечисляем грехи свои каемся таким скажем так кратким образом Господь нам сподобит и мы проснемся проживем еще один день в добродетели в трудах в молитве ну конечно в трудах не только скажем так боже но наверное в каких-то мерзких вот поэтому пометовать о мирной кончине нашей нужно но она не страшна человеку верующему она страшна неверующему почему потому что он боится с пустотою и с большей степени с грехами предстать пред Богом он боится не оправдаться на страшном суде поэтому конечно мы и молимся чтобы Господь правил милосердие на нас батюшка да Елена батюшка так 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 все равно сказано каждую секунду жду ее ждать не нужно ее надо ждать господа второго его пришествия ждать встречи со господом в вечности но готовиться в это в этой земной вспышке что делать если муд пьет венчаный несколько тут вариантов ответом давайте с лучшего начнем как говорят начнем за здравие и закончим за упокой читают Акафис неупиваемой чаши это икона Божьей Матери которая прославилась почитать изумительное житие ей обращаются царицы небесные в этом образе если есть такие грехи винопитие табакурение наркомании игромании вот обращаются и молятся тем более если вы супруга вашему мужу достойная любящая то вы будете бороться вымаливать тем более если венчанный брак есть ну конечно призывать его в том числе к лечению к воздержанию отгонять от него всяких мракобесов с бутылкой пойдем выпьем Васька и тому подобное худший вариант если он не хочет лечиться если он еще и руку поднимает то тут даже есть такое понятие церковный брак потерявший каноническую силу то есть это одна из причин чтобы с ним расстаться но это самый худший вариант ни в коем случае я к этому не призываю нужно бороться за ближнего человека сколько есть сил а даже может больше потому что это наш любимый человек который в данную ситуацию болен и нуждается в нашей поддержке и любви поэтому нужно конечно молиться к батюшке подойти с ним помолиться ну лучше конечно прийти в храм ближайший а так сразу если можно так сказать это икона Божьей Матери неупиваемая чаша давайте дальше так вот видите уже Олечка подсказала также как все же часто нужно причащаться ну минимум четыре раза в году когда посты минимум в идеале каждый месяц а если ваш духовник благословляет чаще можно и чаще ну через недельку если есть болезни сугубая у человека можно каждую неделю каждое воскресенье причащаться раньше христиане причащались каждую службу потому что могли и поскольку гонение было на христиан могли уже и не остаться в живых поэтому причащались каждую службу но достойно и благовейно к этому готовившись читая молитвы акафис полтырь дома вечером но не всегда лучше читать когда душа просит и и не нужно читать когда себя заставляешь давайте так если молитва это наша потреба как пища как вода то и мы заставлять себя не будем если вы чувствуете что это много потому что акафисты на это все таки лучше брать благословение потому что может быть и не все вам полезно молиться конечно хорошо но когда это без благословения это уже может довести до гордыни и прелести поэтому нужно проверять благоразумие бывает элементарно усталость это понятно мы биологически не роботы чтобы могли ну постоянно и все четко выполнять поэтому можно почитать хотя бы кратенько но как исключительный момент а все в остальных случаях если взяли подвиг нужно нести но лучше посоветиться с батюшкой рассказать ему вот это читаю вот это читаю я обычно там на недельку на месяц благословения читаю вот это вот почитала почитала как читалась нормально нормально плохо вот такие искушения были ну давай пока ты это оставишь а хотя бы просто молитвочку почитаешь а не полностью акафист то есть дозировать надо но это конечно должен священник делать а не как мы будем мудровать как нам интересно или как нам хочется в духовных вещах не как нам хочется а как нужно мы же можем залезть допустим в интернет загуглить там там таблетка от такой-то болезни можем но может быть эта таблетка нам не поможет может лучше к врачу сходить анализ дать и врач значит тогда уже на то научился так и священник на то учился добрый вечер батюшка христос воскресе воистине воскресе вруцается при дух мой господи только господи и бог мы пишем с большой буквы ты меня благослови и помилуй и живот вечный даруй нам читайте братцы все правильно это последняя молитва когда мы уже ложимся спать батюшка что делать если в семье не тепла света душевного постоянно идет напряжение нападение на меня у меня нет сил все это терпеть нет душевного покоя наверное хотели дописать давайте опять постепенно первое можно благословить порекомендовать читать молитву или акафист побольше молитва это маленькое акафист последование уменьшение злых сердец как о себе молиться потому что мы не идеал так и о своих ближних уменьшение злосердец или еще второе название семистрельной кони божьей матери ну а опять таки надо смотреть корень в чем претензия может быть и мы сами в чем-то виноваты а может быть и наши сродники что-то недопонимает слово зла слово обида какая-то поэтому надо учесть все моменты ну а терпеть нужно господь терпел и нам велел так котировка алкоголизма это грех но в принципе грех почему потому что человек недобровольно это делает его как бы зомбирует он не борется со грехом а приглушает его а потом он как рана загноившийся прорывает и происходит беда но скодировка кодировки гипноз или там допустим капсулу какую-то зашили или еще что-нибудь ну я вообще очень не по душе мне все эти дела я считаю что это не божие я считаю что нужно накаяться бороться за свою душу когда ты борешься со свою душу тогда тебе и кодировки не нужны когда ты ценишь что с тобой рядом и что ты можешь потерять вот с этой категории тогда все проще становится не душевного понимания но сначала душевного понимания надо заслужить мы не знаем что будет с нами через секунду может быть и так так что живите все долго и богат богата и богатство это душе наши братья сестры есть такое дело пошли дальше баишка недавно причитала что у монаха на святой горе Афон за всю историю не выявлено ни не 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 знаю правда или нет но факт интересный ну давайте так во первых они как питаются питаются они естественным что смогли вырастить тем и питаются практически никакой химии ни фастфудов ни кол ни молнии и тому подобное во вторых это постоянно свежий воздух то есть образ жизни физически трудятся активный образ жизни молитва распорядок дня режима то есть вот все это нужно учитывать самое главное конечно это труд молитвенный а не исправиться и причащаться то есть тут и мы на Афоне слышал я как от онкологии многие излечивались почему потому что совокупе все господь дает и врачевает факт интересный я слышал на шее золото у тебя я не сказал что золото по золоту скорее всего это наградной крест храни вас господь мои дорогие так 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 попробую так батюшка вопрос крестик золотой или по золото говорят что должен быть деревянный это правда или нет вот это интересный вопрос сейчас хоть посмотрю сколько там зарядки у меня сегодня честно говоря очень мало зарядки поэтому могу выключиться во-первых по золотам это уже второй крест который уже наградной идет первый он обычные иерейские это уже как прото иерейские идет деревянный носим мы в пост чтобы когда делаем поклоны он не бился так пол в земном поклоне чтобы более легкий скажем так был у коптов сирии там у них допустим деревянный или кожаный они носят то есть естественный материал поэтому тут самое главное что крест какое его исполнение это уже очень относительно вопрос дальше у меня подобран сейчас подобраны большой крест медный храню его очистил от окиси и поклоняйся ему ну кресту твоему поклоняемся владыка молодец так елена святой поисий святогорец очень болел у него не был у него был рак кишечника были такие и некоторые святые просили болезни себе потому что вот я помню по-моему кто же антоний великий по-моему говорит каждый год я болел и один год мне довелось не болеть я сугубо почувствовал что меня оставил господь то есть и такое есть как мы болезни воспринимаем отрезление нас от угара страсти или же в общем скажите ведь вдруг врут о вас а ну-ка скажите скажите ведь врут о вас один зритель вас сказал что вы срок отбывали сидели это ведь врут слава богу не сидел наверное что-то напутал я объясню что он мог нам путать когда я учился в семинарии мы ездили по тюрьмам посещали заключенных и колонии там взрослых несовершеннолетних то есть такие малолетки мы посещали семинаристами мы служили вместе с священниками там или литургии если там храм был это на территории краснодарского края молевень служили то есть нам показывали что возможно нам как священник когда мы станем возможно придется посещать и с кем общаться то есть такой духовный семинарский опыт а сидеть я слава богу не сидел так ну это интересно мне еще такого не говорили батюшка ты не устаешь очень устаю провести службу а потом здесь на вопрос встречать иногда вот честно говоря даже вот такое держусь держу чтобы не ну устаю сильно иногда но сегодня так бодрячком сегодня стараюсь держусь добрый вечер здоровья спасибо господи так благослови меня раба божия олега на постоянно чтение молитвы николай чудо тоже старцем отцем нашим и вседержителю матери божий божий с большой боку прошу вас благословите на доброе на все время благословлять не буду объясню почему потому что это подвиг подвиг и когда человек начинает то ленюсь то некогда и уже грешишь ты взял подвиг ты должен нести этот крест так что мой дорогой Олег давайте вот о ком вы просите Николая чудотворца святых отцов благослови вас на неделечку вы до следующего эфира помолитесь потрудитесь посмотрите как у вас получается и и потом напишите батюшка все хорошо нехорошо мы дальше уже посмотрим бог благослови отца и сын и стага духа дорогой Олег давайте дальше как избавиться от мата в лексике ну это конечно пагубная привычка как святая цигра мат это молитва бесу и отвращение от бога поэтому конечно если мы с богом мы должны всячески держаться вот скажем вот мать матерное слово за оскверняет слово матери мать как царица небесная тут вообще слово можно уврачевать слово можно убить потому что мы читаем от Иоанна да в начале было слово и слово было у бога и слово было бог то есть христос есть слово поэтому мы конечно не имеем права осквернять ну и плюс я думаю дорогой Олег вы очень умный образован человек а не деградирующий человек поэтому у вас должен быть хороший словарный запас Наталья я вас понимаю у меня плохая ситуация только меня поставили перед выбором бог или мы и я им сказал что выбираю бога поэтому сейчас они смирились вроде бы и больше не трогают эту тему это я знаю у нас Любочка писала от мата как лихой миши водить где материть да нет соблазна ни греха да если общаетесь кто матерится или просите не надо при мне сквернословить дабы меня не осквернять и сами старайтесь остановиться скажите обида это грех огромный грех это скажем первая веточка от гордыни обида суть беда от беды можно и месть развить и далее поэтому нужно прощать как хотим чтобы нас Господь прощал так и мы должны прощать беда скажите за тех кто не ходит в храм и не верит в Бога лучше не молиться был отрицательный опыт это было возможно искушение молиться можно и нужно наверное о каждом православном христианине христианке потому что если они не ходят в храм то искренне мы хотим чтобы они увидели свои прегрешения поняли что только они могут их уврачевать на таинстве и исповеди Господа и соединиться с гостами посредством причастия если мы скажем мы святые мы ходим в храм а вы как хотите то чем мы лучше их ничем а порой даже хуже получается а почему потому что мы знаем и творим а они что-то не знают и делают и с них меньше спрос поэтому нам больше и дано больше и получаем а вы женат женат батюшка спаси господи нужно исполнить вечерние правила бог помощь хрени вас господь очень нравится ваши проповеди много полезного узнаю все благ спаси господи вольга ангела хранителя так уже жена жената можно быть женат батюшка можно еще раз повторюсь есть две категории черное духовенство и белое духовенство черное это монахи монашествующие они отрекаются от земной жизни полностью посвятя свою жизнь богу а белое духовенство это женатые деточка которых медь но в чем особенность женатого священника вот видите у меня кольца нету то есть я его во время рукоположения снял положил на престол в первую очередь венчаясь престола в первую очередь для меня служение богу потом уже семья и все остальное поэтому женатые может быть есть ли он с белого духовенства есть ирии протоири это белое духовенство а есть иромонах то есть это священник в монашестве или иродьякон диакон но в монашестве так дальше вот уже и помогает отвечать вы откуда я краснодар краснодарского края ленинградский район служу в храме новомученика исповедников церкви русской настоятель так привет и тебе привет злой вожак честно я вообще не люблю когда не человек на аватарке а какое-нибудь там животное цветочек то ли стыдливость своей внешности то ли лицемерие в какой-то мере потому что ты все что угодно можешь сказать и типа меня никто не увидит не узнает ну как-то вот самоуважение теряется в этом по мне так ну это она в совести каждого человека а если на кирпичики в храм подаешь из-за тебя будут молиться здоровье а если он умер как же тогда а у бога все живы и даже если за него будет молиться как о живом но он уже почил страшно в этом ничего нету потому что у бога все живы поэтому мы молимся и о них дальше благословите мои детей чтобы выздоровели ульяны и агату добрый вечер жду обязательно подкрепи вас господи врачи господи а детишек ваших ульяну и агату дальше несу крест с той поры как меня мама моя мама заболела вот так уже семь восемь молюсь хожу время нахожу время всегда и везде спасибо отец удачи вам благодарю мой дорогой Олег так ирина тогда за упокой если тут по необходимости уже по что понимаете а кирпичики записали на вечное поминовение скорее всего кто участвовал в строительстве можно сказать что вот вы знаете подойти в книге где это записано что уже почил человек и напишу что уже упокоение все очень индивидуально батюшка можно читать молитву в школе читать молитву я думаю можно конечно же есть и перемены а во время учебы уроков нужно учиться так скажите ваш крест очень интересно интересно покажите давайте покажу и расскажу просто я одной рукой телефон держу вот не знаю видно не видно вот так вот крест но здесь снизу тут голова адама а вот здесь тут небольшое напоминание с другой стороны написано каким должен быть священник сейчас вам прочитаю пресвитеру дающему образ верным словом и житие то есть он как наградной крест это уже получается поэтому и написано что пресвитеру то есть священнику который заслужил вот своим образом и житие награду эту давайте дальше у нас не так много времени скоро возможно сядет телефон давайте на всякий случай проверим если все хорошо у меня слышно нормально не подвисает нажмите там лайк или все таки нажмите лайк потому что много вопросов еще снизу все я вижу спасибо большое вот что я сейчас у меня написано что много новые вопросы есть я их до них еще не дошел ну давайте дальше почему служба два или три часа воскресенье не проще было бы сделать несколько служб воскресенье по часу в католицизме так это удобно например если нет времени утром сходишь то ходи вечером ну скажем так есть у нас вечер с вечера допустим воскресенье богослужение начинается с вечера вечернее богослужение на котором уже поется песнопение воскресного дня почему утром там два часа где-то служба идет но я не вижу в этом проблемы когда человек привык и он с радостью идет на службу он идет молиться то ну вот я за себя отвечу для меня порой два часа просто пролетели я думаю еще бы помолиться а уже все закончилось поэтому как ты чувствуешь себя в молитвенном отношении это труд для тебя напряга на тебя простите за прямое слово или для тебя это радость общения в боге ой боже я постоянно обряжаюсь а грехи можно сделать отпускать ой боже я постоянно обряжаюсь не знаю что вы имеете Руслан в виду ладно с пьющим мужа можно развестись а что делать если сын пьет ну мамочка моя дорогая тут уже нести крест до конца мужа пьет то он в том числе может быть и не без вашего участия поясню ведь вы его воспитывали вы вкладывали в него что такое хорошо что такое плохо вы отгоняли или поощряли с тем с кем он дружит и общается но если уже по факту он пьет ваша материнская молитва она очень значима бороться за него потому что кроме вас он может и никому не нужен жена может уйти а вот вы его не имеете уже бросить право это вам господь дал это дар считается что оказалось это болезнь относится к человеку как болящему терпеть не будет ли это потворство страсти не одно дело поши ему дать ну-ка давай вас соберись другое дело на тебе на водку на тебе на сигареты на тебе лишь бы меня не трогай вот это потворство греху так баишка можно читать я ответил что можно читать но только на переменках или перед уроками когда человек злится на человека другого ужас какое лицо у того аж страшно как злыдень согласен как вы относитесь относитесь к тому что люди в крещении окунаясь в купель фоткают снимаются на камеру это я думаю не для показов а для души или заблуждаюсь с одной стороны ну я вам честно признаюсь это моё частное мнение никому не навязываю с одной с одной стороны ну наверное не нужно было бы этого фотографировать снимать ну потому что это такой момент таинства все таки но людям хочется ну и мне бы наверное хотелось бы чтобы и осталась память допустим моего детюшечки как крестили я посмотрю не только само как таинство происходило а какой ребеночек маленький был его состояние души допустим если он плакал значит мало молились крестные не поиспаясь не покались я может быть он я увижу радость на улице и пойму что слава тебе господи за все и за то что он плакал и за то что он радовался конечно все слава богу но тем не менее это очень индивидуально у меня допустим это никак я вот сказал вот здесь вот здесь можете стоять здесь здесь мне не мешать между нами не ходить я четко поставил задачу где мне не надо чтобы ты стоял чтобы меня не отвлекать с молитвы с молитвенного настроя не сбивать все проблем нет он для меня незаметен этот фотоаппарат поэтому тут очень идеально дальше дальше камрон ну не хотите да можете выйти батюшка скажите я живу с мужем немного моложе себя грех ли это ну если не я вот у святых отцов считал что если это большой отрезок между мужчина и женщина то это грех как так и так допустим для мужчин там больше десяти лет а для женщины там еще другой категории возраста тогда конечно это уже так как как мама с ребенком или как папа с ребенком то есть тут есть какой-то момент извращение я бы сказал так как греховного а если это не очень значительное но все равно конечно мужчина должен быть старше он глава семьи он несет бремя на своих плечах а не женщина женщина это хрупкое создание которое нужно беречь ухаживать заботиться вот любить поэтому ну если немного ничего страшного главное что вы к богу вместе шли вот это самое главное она или он женится и замуж выходит ладно поехали дальше очень вот когда стараясь делать добрые дела помогать деткам из детского дома старикам дома представляю беременную да пишу об этом в соцсетях целью чтобы привлечь грех ли это я уже догадался дальше что вы хотите писать в принципе это не грех потому что сегодня время такое лукавое все думают что ты кому-то поможешь он себе в карман положит это все и чтобы рассеять вот эти мысли лукавые лучше конечно к сожалению что-то из афишировать может быть не все может процентов тридцать но афишировать иногда нужно во-первых это созидательный момент кто-то увидит это добрый пример и последует ему кто-то может посудить да это показуха ну по себе судит конечно вот поэтому я думаю если это не все показывать чтоб что-то оставалось для тайного как господь говорит делай тайно я тебе воздам яна то благоразумие вполне здесь уместно некоторые хорошо бы их видели ну бывает и так 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 дальше 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 а у вас есть при храме дом для одиноких верующих нет при моем храме нету если господь управит может быть трапезную построим так отрицательный валентина кто батюшка бог любит всех любит всех не бога не все любим к сожалению здрасте здрасте значит с вашего с вами одного мнения что это таинство спасибо очень но это и есть таинство это господь уставил своим личным примером было было пообщаться приятно было пообщаться удачи всех благ вам всего душа угодно я спать ангела ко сну здравствуйте святой отец но я не святой святые отцы это николай чудотворец сергий радовский и же с ними вот это святые отцы а я батюшка грешник великий или отец или батюшка константин или просто батюшка это не только ко мне так ко всем священникам не могли бы вы выразить свое мнение по поводу языческих обрядов которые до сих пор практикуются всеми как масленица например или калятки с иваном купалом вообще нужно сказать что некоторые языческие моменты которые присутствовали в свое время церковь попыталась напомнить христианской тематикой преобразить их чтобы в большей степени это приводило ко господу но когда это остается все равно со смыслом не христианским а таким материальным потребительским конечно это прискорбно это даже нарушение определенных канонов ну к примеру я вот недавно вы видели на моем канале боголюб на ютубе мы сняли с ребятам молодежного центра о радонеце как ходить на кладбище поминать не поминать вот и вот на радонец когда я был на кладбище опять таки многие пили кушали ну вот зачем непонятно зачем кому это нужно усопшему не нужно зачем вы это делаете вы дома не можете покушать сесть спокойно в чистом месте непонятно вот это вот язычество которое не имеет христианского смысла церковь говорит нужно помолиться о сродниках вот в чем поминовение поминовение в молитве поминает молитвой а не едой стаканом вот вам ответ когда это христианской наполненностью то здесь имеет смысл а если оно язычество ярко выраженное то оно никак душу созидает оно больше ее губит так дальше помолите пожалуйста моем папе новопристальном в вольере в царстве небесное так батюшка здравствуйте у меня умер муж 25 ноября полгода можно ли его поминать 26 полгода я поминаю троицкую субботу поминали да можно конечно очень удаляет вопросы мои но пока никто ничего не удалял я ну может я не видел еще может кто-то удаляет но я не удалял я еще даже вот только дошел до ваших ирине речь дальше надо но не позже так батюшка если у вас при храме ответил у меня нету при храме спасибо за ответ значит я грешу и как мне быть мы любим друг друга у нас полная идиллия ну я не сказал что там сильно грешите тут дело если большой возраст я еще раз повторю это один вопрос если незначительный и вы вместе ходите в храм исповедусь причащаетесь хотите венчаться это другой вопрос то есть для чего вы вместе телесные практически взаимовыгодные отношения это один вопрос ну лучше к местному батюшке прийти который вас обоих знает я думаю тут будет более практички и реальнее посмотреть на вещи так дальше унесенные ветром нужно чтобы роси была 7 лет живем еще раз главное нужно чтобы роспись была и венчание я мужа старше на 7 лет живем хорошо и давно слава богу почему усовшую говорят нужно раньше поминать но не раньше это ведь день рождения чего почему усовшую говорят нужно раньше поминать но не раньше это ведь не день рождения честно говоря не совсем понял вопроса но я отвечу так 9 40 день это скажем так обязательно нужно панихиду заказать можно 40 заказать когда все остальное после 40 дней не суть важно полгода год там 10 лет это уже все очень относительно в любой момент когда вы захотите помолиться плюсом минусом это польза для души нашего сродника а привязываться к дню рождения дню рождения ему уже все равно день рождения не день рождения ему нужна наша молитва за уловка закончила жизнь самоубийством а я всегда за нее молилась стяготить теперь это жаль ее ведь она так и не поняла поняла ничего ей 58 лет ну опасно вам молиться за нее она ведь суицид и не психически больная была Хюша надо правильно сделать так батюшка еще один вопрос каково ваше мнение о других цивилизациях ну ладно дочитаю ведь глупо считать что мы одни во все во все это без крайне космическом пустоши это есть мог ли вашу единую господь создал давайте так если другая жизнь на марсе так если можно выразиться подтвердить и опровергнуть я этого не могу естественно я основываюсь на главном документе на слове божьем на евангелии который господь скажем так как писал руками святых людей пророками судьями в которых описывается о творении человека о творении мира и более ничего может быть господь сокрыл от нас дабы мы не повреждались но ничего о других не написано в слове божьем поэтому мне не нужно и мудровать есть ли или нет моя задача прийти к господу трудиться эту жизнь так чтобы услышать добрый ответ от него по моей мирной кончине если господь сподобит а есть на другом планете жизнь или нет мне совершенно все равно если есть дай бог им здоровья если нету я еще больше рад что господь только лишь человека сотворил и дал ему душу как частичку свою дальше так мы скоро уже закругляться будем дальше 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 чтобы тревога о моей будущем мне нет своего жилья мне уже 60 лет мне очень трудно переносить ну скажем так может быть грубовато будет звучать но без жилья вернее без крыши на голову вы в любом случае не останетесь если у вас есть документы есть стардом которым в любом случае вам дадут приют если по большому счету я искренне хочу верить что у вас есть ближний который вас не оставит дальше если год человека нет панихиды принесли в церковь чтобы упоминать хлеб масло сахар там хлеб остались еще ну милость как добродетель ну приносят в храм конечно это раздается нуждающимся что-то может баечка взять тут же помолиться вы должны написать о ком помолиться что-нибудь чтобы священник знал о ком помолиться это замечательно но это другое о чем я говорил в плане кладбища где на кладбище кушают это тоже доброе дело молитва и добродетель она замечательна так панихиды это не да 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 давайте дальше что время не тирать скажите пожалуйста правильно ли по вашему мнению что церковь ведет торговые услуги и некоторые предметами церковь это мы с вами в первую очередь если елена у нас вернуть десятину то есть десятую часть от доходов будет каждый верующий православный христианин приносить в храм то я вас больше чем уверяю всякая это рода торговля закончится и все обряды и таинства будут делаться безвозмездно но поскольку церковь нуждается в оплате коммунальных услуг имущественных земельных подоходных налогах она нуждается в том числе в каких-то и финансовых дотациях потому что от того что жертвуется чаще все люди судят по большим храмам городским дом 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 Продолжение следует...